В качестве секретарей данного внеочередного общего собрания Макееву Дарью Александровну, участок 223-й, и Дегтярёву Людмилу Скипановну, участок 305-й. Хотя в прошедшие выходные стояла неимоверная жара, дачники СНТ-экспортник дружно пришли на общее собрание. В повестке выборы председателей правления. Вопрос непростой, поскольку есть старое правление и новое. Молодые энергичные дачники, которые за год кардинально поменяли жизнь в СНТ. Какими мыслями пришли поддержать Соковича, Евгения Геннадьевича, Глядневу и Елену Алексеевну? Почему? Потому что видна их работа проделанная. И вообще общество как бы стало, оживилось, сплотилось. У нас книжки, это членские книжки с 85-го года. Начинали, когда лес стоял, ни тропинок, ничего не было. Мы ждём, чтобы вот это... Безобразие этого не было. Кучка этих воров, проходимцев, Чтобы они отдали свою власть и не мешали людям работать, Которые много проделали такого. А они огромный, за год столько сделали, Сколько до них за вот эти годы, за 30 лет не делали здесь. Ну а сейчас что творят эти старые правленцы, которые власти? У меня терзает смутное сомнение, что их кто-то изберёт. Даже за этот год последний, они занимались только вредительством. Шлагбаумы ломали, камеры ломали, А потом вообще старые украли, последние камеры. Короче, вредительство против дороги были. Они хотели, чтобы мы платили денежки и ездили у соседей. Рассвет, там искра, платили денег со своей кармана. А мы хотим по своей дороге ездить. Облагороженный пожарный водоём, переходные мостики, ливнёвки вдоль улиц, отремонтированный пожарный проезд, свой мини-зоопарк и детская площадка. Вот далеко не всё, что появилось за последний год в СНТ «Экспортник». Многие дачники поверили новому председателю и активно взялись за работу. Так Александр Кузьмин помогал строить зоопарк и детскую площадку. Когда родители привезли Александра в «Экспортник», ему было 9 лет. Сегодня он – отец трех детей. Моя дочка самая младшая тоже здесь играется. Вот зоопарк отстроили, детскую площадку, ну, ещё добавляется всё. Ливнёвки делается, ну, всё с освещением тоже хотим вообще в ДЭК передать. Сейчас усиливаем трансформатор второй мощный, сейчас разрешение получим. Ну, всё для людей. И деньги люди видят, что идут в развитие общества. Сегодня дачников СНТ беспокоит вопрос, а куда и на что уходили членские взносы с 400 участков в прежние годы? Мы платили за воздух, платили за безделье, платили за ничего не делаем. В конечном итоге вопрос к Шульженко. Почему, являясь председателем общества, временно исполняющим обязанности и председателем, имеет задолженность около 300 тысяч? Тот же Панасенко имеет задолженность, будучи председателем правления под председательством Шульженко, нас не устраивает. Есть ещё один пункт противостояния – это дорога. С момента основания экспортника его садоводы пробирались к своим дачам по дорогам соседних обществ. Каждый садовод экспортника за проезд через Шлагбаум должен был раз в полгода выложить полторы тысячи рублей. Больше миллиона рублей ежегодно уходили в чужую казну в оплату сервитута. Однако, строить свою дорогу старое правление, через которое шёл сбор денег, категорически отказывалось. У новой команды на строительство дороги ушло шесть месяцев, так как документы на эту стройку были подготовлены ещё в 80-х. Дорога, да, ещё сырая, дороги ещё нету и полугода. То есть, строительство началось в феврале месяце. За два месяца мы подключили её к обществу. То есть, уже была первая возможность проезда. Здесь всё сделано официально. То есть, ни копейки со строительства этой дороги не ушло мимо. Наоборот, все старались, прилагали усилия. То есть, там, помощь оказывали в том, чтобы минимизировать расходы. Итоги собрания оказались предсказуемыми. Новое правление с молодой инициативной командой было избрано единогласно. Члены предыдущего правления на собрание не явились, однако отступать не намерены. 31 июля проводят своё собрание. Теперь всё зависит от активности членов СНТ, которым предстоит ещё раз подтвердить, что они выбрали перемены.